Белорусский Союз Женщин – самая массовая организация прекрасной половины человечества в нашей стране. Деятельность Союза направлена на содействие в защите прав и законных интересов женщин, семьи и детей, обеспечение достойного положения женщины в обществе, повышение ее роли в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны. Прискооблазная организация ежегодно проделывает огромную работу – это сборы помощи, волонтерские обучающие проекты, участие в благотворительных акциях, самообразовании, формировании активной гражданской позиции. Самых инициативных, креативных членов организации ежегодно отмечают на республиканском конкурсе «Женщина года». Сегодня у нас юбилейный конкурс, он 15-й. Всего у нас принимало участие 33 женщины, но, конечно, победителей 7, так как 7 номинаций. И 7 женщин, достойных наших брестских женщин, будут представлять нашу брестскую область и жена республики. Что особенного? Особенно то, что сегодня праздник у нас. Праздник женский. И даже погода нам сегодня, солнышко светит, настроение хорошее. А конкурс, как всегда, очень ответственный. Потому что с каждым годом все больше и больше подъявляется требование к той или другой номинации. И мы, когда подводим итоги, все думаем, где же нам найти этих жемчужин. Но их много, их просто надо найти. И мы их находим. И сегодня достойные женщины во всех номинациях. И успешный руководитель, и активная гражданская позиция. Не забыли, конечно, мы и про сельские женщины. Это номинация «Хозяйка села», это «Духовность, культура» – очень важная номинация. Но для женщин сердце отдаю людям. Это номинации для женщин, которые воспитывают деток, многодетных. Это номинация для женщин-педагогов, для женщин-врачей. Но самое важное, конечно, это то, что этот конкурс собирает и сплачивает вокруг нашей организации все больше и больше женщин. В областном этапе конкурса за звание «Самый-самый» поборолись 33 талантливые представительницы прекрасного пола в семи номинациях. Духовность и культура, успешный руководитель, активная гражданская позиция, сердце отдаю людям, не стареют душу ветераны, хозяйка села и материнская слава. И, конечно, награды нашли своих победительниц. И культура! Я участвовала в номинации «Активная гражданская позиция». Каждая из номинантов и конкурсантов готовит свой презентационный альбом, в котором рассказывают о своей деятельности, а конкретно о той номинации, в которой участвует. И жюри уже решает. Как правило, мы друг друга знаем. И свою деятельность, конечно же, и каждый из активистов нашего движения женского мы видим. Поэтому уже дальше собирается жюри и определяют. Самое сложное было принять, что меня выдвинули в члены конкурса наши лидеры Брестской городской организации, Белорусского союза «Женщины». В свою очередь, хотел бы, конечно, поблагодарить, в первую очередь, Валентину Николаевну за то, что когда-то в свое время она предложила мне вступить в ряды Белорусского союза «Женщин». Ну и отдельное спасибо, конечно же, Старикевич Александровне за то, что она поверила в меня и другие члены нашей организации городской. Доверили мне такую, я считаю, важную миссию представлять город на областном этапе. У нас в Пинске есть такой особый театр «Преодоление», где работают, творят люди с ограниченными физическими возможностями. Этот театр был создан в 2005 году и до сих пор он существует, действует, и ребятам очень нравится участвовать в наших спектаклях. И целью нашего театра, конечно же, является показать миру духовность, силу воли, воли к жизни, воли к победе, даже победе над собой прежде всего. И задачей нашего театра является, конечно же, реабилитация таких людей, чтобы они могли себя показать, чтобы они могли элементарно некоторые просто выйти из дома. И им было куда выйти, им было интересно, чем-то интересно заниматься. А если человек еще и талантливый в своей сфере, это очень приятно, это очень здорово, потому что мы с помощью нашего спектакля, с помощью нашего театра можем не просто показать силу духа, силу воли, но и нести особые какие-то творческие и духовные миссии. Пользуясь случаем в торжественной обстановке, единомышленницы поздравили председателя обрезка областной организации Валентину Пух с победой на выборах в 8-й созыв Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Теперь наша землячка будет представлять интересы жителей города Надбугом в Нижней Палате Белорусского парламента в следующие 5 лет. Желаем успехов, терпения, сил! Завершила торжественную церемонию концертная программа от лучших артистов города Надбугом. Василина Бускевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.